Всем привет! У микрофона Ранчереп, и мы продолжаем проходить Даркест Фир. Итак, о боже, вы плохо выглядите, Томас. Меня укусило какое-то существо. Теперь я тоже могу быть заражен. Я должен найти противоядие. Да, закончили мы на том, что Томаса укусило какое-то существо и, собственно, заразило его. Тут, я так думаю, что несложная головоломка. Да, абсолютно несложная. Так, свет. Окей, но нам там тоже нужен свет? Здесь? Угу, фонарик, отлично. Ну, надо посмотреть, что в шкафу. Аптечка. Аптечка. Так, типа, просто хп повысилось, да? Так, что с этим пациентом делать? Оставлять ему фонарик? Ну, по идее, да. Не факт, конечно. Хотя... Хотя... Чего ты тут бегаешь? Здесь светло. Вот так вот. Так, а что, у меня больше нет источников света, правильно? Единственный источник света он отсюда исходит. Мне бы просто это фонарик с собой забрать. Там темно. Ни черта не видно. А, в принципе, в этой комнате есть свет. Надо проверить, насколько этот свет... Ммм... Я просто это зеркало тоже хочу унести с собой. В принципе, его можно с собой унести. Вот, не знаю, нужно ли оно мне там. Ладно. Если понадобится, принесем обратно. Правда, придется через темноту немножко пробежаться, но ничего страшного. Походу, все-таки нужно, потому что это зеркало не достает. Пациенту мы по-любому оставляем фонарик. Хотя нет, стоп. А что мы ему оставляем фонарик? Если мы можем ему отсюда сделать вот так вот цвет, забрать этот фонарик. Правильно. Правильно. Фонарик будет, наверное, поинтереснее, чем зеркало. Я надеюсь на это, что он будет поинтереснее, чем зеркало. Хотя, может быть, он нам бы и не пригодился, этот фонарик. Так. Ну, там понятно, надо принести зеркало на кнопку, чтобы подсветить эту комнату. Скорее всего, так. Так. И что в этой комнате? Ничего. Просто дверь в следующее место. Кстати, у нас ключ есть. Я не обратил внимания, использовал ли я ключ в той двери или нет. Так. Значит, здесь только пациент. Так, тем временем пациентов мы всех спасли. Ну, ничего страшного. Поцарапали. Да, да, да. Хэпа у нас много. Поэтому я могу в наглую пойти и вот так вот пронести это зеркало. У нас еще и фонарик есть лишний. Короче, лепота. Вы использовали ключ. А, кстати говоря, это зеркало нам бы и не пригодилось, да? Ну, в принципе, тут небольшой темный участок есть, но ничего страшного. Я дам вам противоядие. Противоядие может пригодиться не только мне. Используйте эти две ампулы мудро. Возможно, возникнет ситуация, когда вам придется сделать выбор. Я останусь здесь и попробую узнать что-нибудь о своей сестре. Использовать противоядие. Опа. Интересный выбор. А на что он влияет? Использовать на томасе или ни на ком? И что значит противоядие не требуется? Два. Ох уж эти русские кривые переводы. Ну, я даже не знаю. Если мы используем противоядие на томасе, то мы как бы увеличимся. И у нас, по идее, должна остаться еще одна ампула для нашей дочери. Но, опять же, сестра Нина намекает на то, что противоядие может понадобиться кому-то еще. То есть, возможно, мы его отдадим кому-то другому. Возможно, даже сестре сестры Нины. Медсестры Нины. И останемся ни с чем. Вообще, как бы я начинал играть в Dark Sphere 2. И не хочу вам спойлерить. Но, походу, каноничная концовка первой части заключается в том, что все-таки нашей дочери не достанется противоядие. Просто, не знаю, если я выберу использовать на томасе, то как бы я вылечусь. А если я выберу ни на кого, у меня останется две штуки и для дочери, и для еще кого-то. То, не знаю, может гейм овер наступит. Я, короче, не знаю. Ну, давайте используем на томасе. Что ты больше ничего не скажешь. Кстати, забавно. Она же стояла там, да? В самом начале уровня. Она же там до сих пор стоит. Я в этом на 100% уверен. Просто камера не дотягивается до этой начальной локации. Возвращаться назад как-то лень. Но, блин, я уверен, она же там уже стоит. То есть, их две. Да, ну понятно, что это игровые условности и условности игрового движка, но смешно. Так, двух мы спасли. У нас теперь, по идее, 20 хп, если я правильно посчитал. Детское отделение. Наконец-то я нашел это место. Хелен сказала, что она прячется здесь. Окей. Это что, наша дочь? Девочка, с тобой все в порядке? Доктора называют нас дети теней. На нас было проведено много экспериментов. Та врач была по-настоящему ужасной женщиной. Она часто била нас. Но теперь она ушла. На этом этаже все еще прячутся дети. Пожалуйста, помогите им. Так, ну это не наша дочь. Значит, стой тут, девочка. Никуда не уходи, я поищу твоих родителей. И будем надеяться, что с тобой все будет в порядке. Какая-то маленькая девочка не считается ли за... Нет, не считается. Отлично. Меньше геморрола. Так, ключ. Так и знал, что здесь будет ключ. Еще одна девочка. Не, ну логично, как бы детское отделение, поэтому тут дети. Вот этот фонарик, вот если бы я его... Про него забыл, что он тут лежит. В этом маленьком, укромненьком уголочке. Было бы точно так же, как и в прошлой серии. Где я так тупанул с зеркалами. Да, это было смешно и грустно. Так, здесь не колонн. У нас есть один ключ. Вот я не знаю. Ключи, они уникальные для каждой двери. Или все же... Или все же мне надо с умом их использовать. Так, ну здесь открывается вот эта вот дверка. Поэтому... Сейчас мы немножечко поиграем в игру под названием Сокобан. Ставь лайк, если знаешь, что такое игра Сокобан. Посмотрим, сколько она, так сказать, говорится. Вот это вот байт, да? В прохождении видеоигры. Чтобы открыть эту дверь, Томас должен активировать механизм. Значит, эта дверь открывается кнопкой. И эта дверь открывается кнопкой. Ну хорошо, хоть ключ не потратил. Значит, все-таки ключи, скорее всего, здесь... Ну, либо, если не сказать, что они индивидуальные, то, как минимум, они открывают только те двери, которые требуют ключ для своего открытия. Ага. 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 Две кнопочки. Раз-дверь. Два-дверь. Да, там будет сейчас интересный пазл. Да, там будет сейчас интересный пазл. Да, косячок, косячок. Так, вот здесь интересный пазл будет. Если, во-первых, придется зайти в темноту, во-вторых, сделать вот так. И вот эту коробочку, раз прекрасную, надо... Смогу ли я ее вообще туда затолкать? Она же сюда в темноту идет. Блин. Ну, в принципе, у нас хп много. И я думаю, что стоит рискнуть. Потратили половину хп. Зато справились. Вообще, было бы неплохо, как бы, это самое. Слушайте, да. Я просто не хочу лампу терять. С этими коробками веселыми. Поэтому я сделаю вот что. А, блин, я же тогда не выйду. Логично. Да. Как же я решить эту шараду? Надо и девочкам свет оставить. И себе свет оставить. Вообще, в принципе, в принципе, как бы, в теории, можно вот эту коробку отсюда убирать. Вот эту первую. Таким образом, сейчас я возьму этот фонарик. Вот этот вот. Фонарик у меня будет лежать на кнопке. Стоп, а нафига мне тогда вообще нужна будет эта коробка? Ммм. Короче, сейчас посмотрим. Разберемся по ходу дела. Ой! Как хорошо. Да, вот тут какой-то баг с дверями. С дверьми. Или как правильно сказать. Немножко вот такой вот бажик имеется. Типа, я вошел в дверь, она закрылась. Вот, типа, вот такая вот ситуация. Так. Значит, фонарик, походу, придется нести не по короткому пути, а по длинному. Да, это, конечно, займет больше времени. Ну, а что поделать? Просто вообще, как можно проходить эту игру, не спасая пациентов. Ну, как бы, пациенты дают хп, это во-первых. А во-вторых, ну, типа, это логическая игра, и как бы... Здесь головоломки и завязаны на том, что игрок будет спасать пациентов. Хотя он может их и не спасать, и просто идти дальше. Но это будет неинтересно, это уже будет не головоломка, а, не знаю, спидран какой-то. Вот если бы я спидранил эту игру, тогда да, да, пациентов я бы не спасал. Потому что мне нужна была бы скорость. И, может быть, я бы уже за весь хронометраж этого видео прошел бы все. Но... Но хочется, как бы, подумать и провести с пользой и с интересом время. Так... Фонарик... Фонарик сюда... Так, ну, этот фонарик, конечно, подсветит одну девочку, но мне надо и тут тоже подсветить. И когда фонарик лежал там, то было гораздо лучше. Слушайте, а я сейчас подумал, я, походу, опять тут, ну, жестко. Сдалась мне эта дверь. Зачем я сюда вообще принес фонарик? Все, как бы, я открыл дверь, в которую мне надо идти. У меня открыт путь здесь. Тогда какого черта, скажите мне, пожалуйста, какого черта мне надо открывать, держать открыто эту дверь? Вот зачем? В этом нет никакого смысла. Я могу просто пройти здесь и попасть дальше. И оставить этот фонарик девочкам. Типа, никаких проблем вообще нет. Я надеюсь, на микрофоне этого не слышно, как тупорылые дети ломают детскую площадку. Точнее, то, что от нее осталось. Мне уже просто надоело это слушать. Когда какой-то тупой малолетний упырь, я не знаю даже для чего, зачем они это делают. Просто стоят и туда-сюда, металлическими деталями от какой-то сломанной качели бьют туда-сюда, 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 туда-сюда. Мне уже, понимаете, мне уже просто надоело кричать на этих детей. Потому что, не знаю, мне кажется, соседи считают меня каким-то, не знаю, неадекватным каким-то дитё-ненавистником, или как это можно вообще назвать и сказать. Так. Ага. Так, ну это выход. Так, а последнее дитё, да, я так и знал, что будет в этой клетке. Вот этих вот уродов, которые стучат, вот их надо бы посадить тоже в клетку, было бы очень весело. Так, ну я не могу убрать зеркало с этой кнопки. Вообще, как бы вот это зеркало должно... Да, отлично, оно достаёт. Я уже просто хотел, думал, идти назад за той первой коробкой. Но не придётся, не придётся. Так, ну всё, всех спасли. Я даже не знаю, для чего здесь этот камин. А, теперь знаю, для чего этот камин, потому что то зеркало теперь в темноте. Я его просто лампой освещал. А это моя дочь, да? Хеллен жива, но её здесь больше нет. Ты её видела? Она убежала, когда девочки со спинным хребтом появились на этом этаже. Девочка со спинным хребтом убила многих из нас. Девочка со спинным хребтом. Я чё-то не очень хочу туда идти, к этой девочке со спинным хребтом, но... Походу придётся. Девочка с хребтом. Только мысль, что моя семья в опасности заставляет меня двигаться. Оу, фак. Оу, щит. Томас не мог поверить своим глазам. Маленькая девочка с огромным спинным хребтом стоит посреди комнаты. Нина подошла с документом из лаборатории, из которого ясно, что девочка со спинным хребтом её младшая сестра. Пожалуйста, Томас, используйте противоядие, чтобы спасти мою сестру. Блин, я так и знал. Я так и знал. Ну вот, как я и предполагал, мы используем противоядие на сестре Нины. На сестре сестры Нины. А почему я должен использовать? Ну да, конечно, Нина на меня обидится за то, что я продинамил её сестру. Но, как бы, знаешь ли, Нина, каждый сам за себя. Поэтому это противоядие больше пригодится моей дочери, чем твоей сестре. Хотя, опять же, я говорил, что в Darkest Fear 2, как бы, каноничная концовка первой части будет заключаться в том, что наша дочь останется такой же, ну, не знаю, как это сказать, мутировавшей, заражённой. Поэтому, ну, не знаю. Хорошо, ни на ком. Девочка с рептом убивает Нину. А вот такого... Томас умер. Да. А я, типа, каждый раз буду умирать, да? Где звук? Не знаю, куда звук пропал в эмуляторе. То есть, подождите, этот выбор сохранился, что ли? Угу. Угу. Я извиняюсь за эти технические проблемы. Первый раз такое случилось с эмулятором. В любом случае, мы уже заканчиваем. И я просто хочу посмотреть на второй. Походу, это был единственный выбор. И... А я ей вообще урон нанёс. Мы сейчас, может, пройдём этот босс-файт. Я нашёл аптечку. Просто, блин, как-то обидно, что Нину убили. Я вообще не ожидал таких развитий событий. Такого развития событий. Я по-любому уверен, в этой книжечке написано, как сражаться с этой мелкой засранкой. Когда появляется лунный свет, сила света побеждает силу тьмы. А, всё? То есть, надо было просто четыре окна открыть и заманить её в центр? Окей. Ну что ж, сделать другой выбор не получится, к сожалению. Но в любом случае, блин, нашей дочери нужнее, как бы. И музыка появилась. Спасибо, музыка. Про первый этаж. Я проверил все трупы. Среди них нет, Хелен. Так, ну вот, на этом мы будем заканчивать. Так что, выбор уже сделан. Как бы, Нина, это хорошо, да, там, но я её не знаю. Мы с ней познакомились вот в этой больнице. Сколько по лору игры прошло часов, там, два-три часа. И почему я ради незнакомки должен рисковать жизнью своей дочери? Я считаю, что это правильный выбор. Вот. Может быть, моралисты мне сейчас будут писать в комментариях, типа, «О, ты не прав, надо там помогать ближнему и всё прочее». Но поставьте себя сами на место Томаса. Вы бы поступили так же. В общем, оставлю эту философскую тему для комментариев. А на этом всё. Пока-пока. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова